Всем привет мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала. С вами Дайв и у нас вышло обновление 0.1.174Dev Mirrored Wheels или в переводе зеркальные колеса. Ну что ж, давайте посмотрим, что в данном обновлении у нас появилось хорошего, ну а может быть для кого-то и плохого. Здравствуйте инженеры, обновление этой недели содержит несколько улучшений в игре и в моддинге. Зеркальные версии колес, так что вы теперь можете иметь зеркальные протекторы шины, расположенные в одном направлении на обоих сторонах транспортного средства. Нам добавили три блока, это зеркальные колеса, сейчас я их найду, наверное не найду, ладно так, добавим. Текс колеса, извиняюсь, турельки работают адекватно, молодцы. Вот, как вы можете видеть, ой, как вы можете видеть, дорогие мои друзья, теперь у нас это вот Mirrored Японо, мать, извиняюсь. А вот это вот у нас, переведено, это у нас обычные. Сейчас мы как-нибудь рядышком расположим, чтобы меня еще раз... Нет, так больно-то не стукнуло. Вот, и как вы видите, протекторы и правда направлены... Вот, спасибо, они даже сдвинулись. Протекторы и правда направлены в одну сторону. Так что теперь у вас грамотно будут в одну сторону смотреть протекторы у ваших колес. Но если учесть, что колеса на данный момент безбубно работоспособны на 15%, и все еще до сих пор у вас будет штормить по обыкновенной плоской поверхности. И также, ну немножко в этой версии подфиксили лодинг, теперь они лысыми с 20 метров не становятся, и в принципе нормально. По крайней мере на больших они лысыми с близи не становятся. Вот у нас три новых блока. Появились это блоки колес зеркальные. Аж целое обновление им посвятили. Ну а мы продолжаем. Наши чтиву. Так. Текстура легкой и тяжелой брони была обновлена. Теперь она должна выглядеть чище и менее царапанно. Это наиболее заметно на облицовке углов и перевернутых углах. Линия на текстурах несколько мягче. Несколько мягче. И у кинов, как всегда, из крайности в крайность. Сейчас я на данный момент перейду в качестве текстур высокой. Хоть меня начнет жестко лагать, так как у меня видеокарточка, к сожалению, не тянет. Высокие текстуры. Но, тем не менее, мы насладимся тем, что у нас есть. Вот. Высокие текстуры. Как бы менее царапанные. Но, опять же, появились и совершенно... Как бы это... Ой. Нифига себе. Смотрите, какая дыра. Оп. Дыра. Оп. Заросла. Это у нас такой лодинг на блоках угловых, малых. Судя по всему. Так. Ну, кто-то есть и недовольный. У кинов нет понятия середины. У них из крайности в крайность. Либо лодинг с 10 метров, либо лодинг с километра. И тени с 8 километров. Как вы видите, на малых блоках, простите меня, брони. Теперь совершенно отсутствует какая-либо металличность. И кто-то говорит, что кораблики стали пластмассовыми. Мне, в принципе, на данное обновление совершенно параллельно. Но мой корабль в реалистичной катаклизме из большой решетки стал выглядеть немножко лучше. Как вы видите, у текстур тоже присутствует какой-то лодинг. То есть прогружаются более high-res текстуры. И вот мы чуть-чуть отлетели. Они ухудшились качеством. Еще отлетели. У них пропал этот. Вот так вот блоки у нас теперь выглядят. Ну, в принципе, большинство положительных отзывов о данном обновлении. Потому что, как вы знаете, на то, чтобы убрать царапанные стекла, ушло 3,5 года. Ну, опять же, мы можем посмотреть на угловые блоки. Как вот они смотрятся. Это тяжелые блоки. Угловые. Это там собак гоняют. И они совершенно рандомный рисунок. Вот этот и совершенно какой-то ахинейно-хаотичный. Это еще нету. Также не всем нравятся вот эти вот треугольнички. Как они слишком выпклые стали. Ну, мне, если честно, вот совершенно. И тут, как вы можете видеть, сейчас лампочку зажгу. Только при освещении проявляется какой-то рисунок. А так, в принципе, у нас нигде там не освещается солнышком колонна. Ну да, больше похоже стало на пластик. Ну, сделали и сделали. Молодцы. Может, еще настроят. Обновление данное 500 метров. Это, считайте, все текстурки. Я, с вашего позволения, переключусь обратно в среднюю, чтобы меня не сильно лагало. Потому что нам еще много чего надо посмотреть будет. К сожалению, пока не тянет. Но это уже, наверное, не тянет у меня. Продолжим. Занятие утренней гимнастики. Как вы видите, 0174, 007, develop. Версия. Аша хрип. Дубль, естественно, не первый. Буду на вас горелкой смотреть. Так, далее поехали. Дверные блоки были немного переделаны. Ну, и сразу же был переделан стыковочный блок. Сейчас я вам всю эту утом сразу покажу. Дверные блоки, чтобы далеко не бегать. И стыковочный блок. У меня все уже тут подготовлено. Ну-ка, поверни взад. Так, относительно дверных блоков. Убраны все щели. И теперь вот, заходя между... Простите. Между двумя дверями... Дверьми. Нет никаких щелей. Все адекватно смотрится. И очень даже стало уютненько. И вот в такой вот... В таком вагончике прям... Прикольно посидеть. Стало никаких щелей. Ничего нет. То же самое и у нас со стыковочным блоком. Так как он у нас герметичный. Никаких щелей. У него тоже теперь не наблюдается. Все то же самое. И с того же боку. Молодцы. Мододелы... Фу, мододелы. Эти, как его... Моделеры у них работают на пятерочку. Так. Цвет персонажа теперь остается таким же после респауна в медпункте. Что окажется особо полезным в командах многопользовательских сценариях. Как вы помните, в кооперативе, когда мы умирали, мы красились в цвет, в котором мы зашли в игру. Лур у меня все время вообще перекрашивался. Каждые 10 минут. Теперь это профиксили. Теперь ваш цвет. Единожды покрашенный, будет оставаться. Помираете вы там, выживаете вы. И тому подобное. Так. Также мы добавили улучшенную поддержку моддинга для свечения. Это означает, что вы можете использовать любой цвет, который вам нравится, на функциональных блоках. Ну, по сути дела, вы можете сделать свечение у реактора не зеленым, вот эту лампочку, а там фиолетовеньким, там сиреневеньким, попурненьким и тому подобное. Это означает, что... Так-так-так-так-так-так... Повреждение транспортных труб уже не будет излучать никакого света. Чтобы вы знали точный блок, который поврежден и нуждается в ремонте, в конвейерной сети. Вот за это обновление, ребятушки, им прям жирнейшая пятерка. Это шикарно. Вот у нас конвейерная система. Кстати, вот это вот свечение, эмиссивность, оно намного приятнее стало выглядеть, намного виднее. И вот мы стреляем. Как вы видите, вся конвейерная система потухла, а поврежденный блок подчеркнул. Теперь не надо бегать и думать, какой из блоков у нас сломан. Дорогие мои друзья, это офигительное обновление. И я ему очень сильно рад. Как только мы чиним, все сразу восстанавливается. Хотя там было написано на обновлении Work in Progress. То есть, как бы, они еще это делают, но, как вы видите, все сделано и это просто классно. Молодцы. Вот за это вот прям пятерка. Это то, что нужно было и давно нужно было. И еще с релиза нужно было. В стиме. Также у нас теперь поприятнее смотрится свечение на ЖК-панелях. Мне так кажется, но смотрится приятнее. Теперь цвет окраски ног стал немножко другим. Цвет коннекторов стал немножко другим. Теперь вы видите издалека. Как он закреплен, включен он у вас, выключен. Готов к стыковке, не готов. То есть, это обновление хорошее, дорогие мои друзья. Будем смотреть на красивый корабль. Так. В других новостях художники по-прежнему моделируют у нас. Рисуют. Но некоторые начали создавать визуальные элементы худ. Худ это вот, как вот эта планета с гравитацией. А как-нибудь мне можно будет взять курсор? Вот это вот худ. Вот здесь вот у нас худ. Вот это вот все худ. И вот они начали это все делать, перерисовывать. Я уже боюсь, что это станет все белое и сизое, и нечитабельное. Ну ладно. Пока ничего не буду говорить, увидим. Пока программисты продолжают работу над реализацией. Тем временем дизайнеры смотрят на баланс. Игровой процесс. Баланс это имеется ввиду убитый в хламину сварщик на кораблях. Хотя сейчас обещали, что он вроде бы откатился на время до того, как был уменьшен его диаметр. На игровой баланс в целом выживание. И готовят новые сценарии. Однако в конечном итоге стабильность производительности мультиплеер по-прежнему самое важное. Тут смотрите, прям такой... Аж захотелось транспарант взять. Так. Особенности. Поддержка моддинга свечения. Теперь и мододелы могут изменять все эти цветы на свечении. Добавлен блок зеркальный колес. Понятно. Колес. Обновлено инфинарио. Ни один из переводчиков не знает этого слова. Ребятушки, я совершенно не могу знать, что это такое. Сообщение сервера. Поддержка Dedicate. События на экране. Панель событий. И исправлены серебряные линии на блоках брони. Вот то, что придавало им металличность, это как раз теперь все исправлено. Теперь у нас металличности на швах нету совершенно никакой. Хорошо это или плохо, судить естественно вам. Мне, если честно, параллельно как они смотрятся. Исправление. Исправлена проблема с камерой. Улучшена анимация. Исправлена ошибка, когда цвет выбирается в медпункцию, но не остается после смерти. Это мы уже читали. Исправлены при использовании резака. Свет более прозрачный. Когда вы пилите, свет более прозрачный. И у вас лампочка какая-то, вы прям могли более прозрачно смотреть. Так. Проблемы с холостым двигателем не наносят ущерба, а также реактивные двигатели достают. И тут я вот немножко пропустил, наверное, да? Также неактивные двигатели больше не будут наносить урон игрокам и решеткам. Это вот сверху в описании, в резюме. И ниже исправление, что они будут наносить. И у народа на форме вот квадратные глазища говорят, вы хоть поясните как-то. На 10 строчек выше у вас не будут или будут. Но я так и не понял, будут они или не будут. Так. Исправлены дублированные кнопки открыть-закрыть в панели управления для дверей и раздвижных дверей. Да, был такой баг, и совсем недавно я его наблюдал, когда на любой двери... Есть у нас тут где-нибудь... Открыть-закрыть было написано два раза. Тут еще было открыть-закрыть. Это профиксили. Молодцы. Исправлена ошибка, когда автоматически огонь из турели не останавливался. Это в третий раз она все пытается профиксить, чтобы она переставала стрелять. Но, надеюсь, на этот раз с концами уже. Исправлена проблема, где ПОВ-интерьер турели был закреплен внутри него. ПОВ-это Point of View. Это как бы взгляд. Угол взгляда. По сути дела, когда вы входили в управление не обыкновенной гатлинг-турелью, а интерьерной турелью, вы видели ствол перед собой, хотя они должны были, кроме крестика, не видеть ничего. Это теперь сдвинули, и вы как положено можете смотреть. Бедные волки. Мне их жалко. Так. Исправлена ошибка. Исправлена ошибка для блоков, которые продолжают работать даже после отключения питания от сети. Кто смотрит мою реалистичную катаклизм, увидел, как я бурил отрезанными бурами. Просто отпиливаешь рабочий бур, а он все бурит, бурит и пытается пробурить вам планету. Это профиксили. Я как чувствовал это. Так. Исправлена ошибка, когда батареи не выдавали энергии, когда полуавтоматический режим был включен. Ребятушки, это они исправили. Да, теперь в полуавтоматическом батареи выдают энергию, но, есть одно но. Они теперь в перезарядке ее тоже выдают. То есть нет такого, что он будет только заряжаться. То есть полуавтоматические дисчаржи они починили, а перезарядку нет. Это для тех, кто... Кому это интересно, что у нас все еще творится с нашими батареями. То есть даже на перезарядке будет идти выход, и вы ничего с этим не сделаете. Проверено. Дважды. Так. Исправлена проблема с зацикленным попаданием частиц из винтовки на вокселе. Исправлена ошибка с анбокс GameGuiMyTerminalInventoryController.int. Исправлен сбой систем New ReferenceException. Это я даже не знаю, что такое. Исправлена проблема с плавающими объектами, которые замедляются. Исправлено странное поведение рудных пород при бурении и добыче. Открытие «Ж» экрана автоматически перейдет в строку «Поиск». Когда вы открываете, у вас уже сразу же вы можете печатать. Не клацай сюда мышкой. Молодцы. Это хорошо. Теперь о багах данной версии, те, которые я успел заметить. Первый баг. Я совершенно не понял, повреждают ли малые трастеры что-либо. Воздвиг вот такую конструкцию с максимальным газом, как вы видите. Повреждения блоков включены. Но газ полный и ни хрена у нас не повреждается. То есть и водородный, и такой не повреждает. Это вычитано на форуме, но мной до конца не проверено. Некогда было. Но также я сейчас в творческом режиме, поэтому жгет он или не жгет, я совершенно понять не могу. Такие-то повреждают. Что-то там с длиной повреждения струи ионников. Так что имейте в виду, у кого были корабли и у кого ионники были направлены вовнутрь. Проверьте, как бы ваши корабли не задымились. Имейте это в виду. Дальше из багов. Довольно-таки критичный и неприятный баг, который встречался уже на версии 120 раньше. Дальше это самопроизвольное опускание ваших крафтов на землю. Следим внимательно. То есть теперь вот так вот оставить висеть и убежать вы не можете. Кстати, совершенно рандомно он может как взлетать, так и опускаться. Вот у меня вот сейчас, как видите, каждые 5 секунд он немножко опускается. Это, опять же, на форуме, это, опять же, у всех, это, опять же, во всех режимах. У кого-то в космос улетает, потом до атмосферы. Потом, естественно, начинает падать вниз и разбивается за счет того, что загасить уже импульс скорости не может. Также совершенно без разницы, сижу я в кабине, не сижу я в кабине, оно будет опускаться и со временем сядет. Бум. Также из кабины, дорогие мои друзья. Мы сейчас пониже приземлимся, чтобы было виднее, что мы все-таки опускаемся. Я считаю данный баг очень противным, но не настолько смертельно критичным. Но он присутствует в игре. И никуда нам от этого не деться. Вот что-то не хочет в кабине опускаться. Вы смотрите. Наверное, все-таки в кабине. Нормально. Хотя скорость, как вы видите, у меня написано 0.2. А вид из кабины? Я ничего не трогаю. Опять же, у нас все время моргает горизонт. Это у нас тысячелетний баг, и он, наверное, не исправится. Нет, по-моему, здесь мы все-таки опускаемся. Да, в виде из кабины мы опускаемся. Я ничего не трогаю. Опускаемся, дорогие мои друзья. И у нас в этой версии проблема с трастерами, насколько я понял. С их моделью повреждения относительно сварщика. Ну, как вам сказать. Чтобы не обидеть. По-моему, сварщик еще не дофиксили. Хотя и писали, что мы вернем, а потом мы на следующей неделе уже придумали новый вариант баланса для вас. Ну, вот что они там придумали, это вопросный вопрос. Сейчас мы гермачок оденем, чтобы не поглушить народ. Посмотрим, что они там нафиксили со сварщиком. В принципе, если так вот посмотреть, обновление полностью нейтральное. Основных ошибок, как вот на прошлой версии, когда они только стабильно обновили и эту. Таких критичных ошибок нет, и версия вполне играбельная, дорогие мои друзья. Вот теперь как клево смотрятся зато эти. Ноги. Хоп. Выключены. Зафиксирован. Автозацеп теперь синим запереть. Прям классно. Вот со свечением теперь ништяк сделали. Вот это мне нравится. Так, мы переключаемся на сварщик, и он почему-то все время начинает работать. Нет, все. Вот так вот, наверное. Тя-дя-дя-дя-дя-дя-дя. Под летом. Не, ну теперь хоть соседний блок немножко варит. варит. Но, по-моему, все-таки не настолько, как бы хотелось. Что-то, по-моему, они не тем занимаются. Вот, честно, и октябряцкая. Дорогие мои друзья. Совершенно не тем, потому что мультиплеер не рабочий. Поэтому, кто кого там в мультиплеере убьет сквозь блок. Это, наверное, единичный случай совершенно. Ну, что, проверим. Нет. Через блок мы не проварим уже. К сожалению, они хотят это сделать, но никак сделать не могут. А FPS в среднем 30-32. Полностью средние настроечки. Лод-объекты некоторые стали получше относительно колес, относительно вот дверей ангара я уже вижу, что стало немножко приятней. Некоторые лод-объекты багаются, конечно, но не без этого. Теперь у нас хотя бы не из 10 метров. Это гадская. Батарея становится не батареей. И вполне очень даже приятно бегать. На мой взгляд, это более-менее нейтральное обновление, которое не убило, по крайней мере, игру. Ну и поменьше царапушка теперь. Кому-то понравится, кому-то не понравится, дорогие мои друзья. Ну что ж, ну а с вами был ДФ. Держу вас в курсе событий. Всего, что творится в инженерах. Пишите ваши комментарии, все, что вы думаете об этом ретекстуре, об этом обновлении. Пишите ваши баги, кто что заметил. А всем вам огромнейший лайк за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Пишите ваши комментарии, ставьте ваши оценочки. А с вами был ДФ. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Не забывайте в группе ВКонтакте текстовой вариант того, что я вам сейчас прописал, прочитал, обязательно присутствует. Всем пока.